всем дымным трудягам привет и у нас сегодня на обзоре очень интересный кальян с очень интересным названием под названием ракета сейчас я хочу о нем собственно рассказать мы его посмотрим докопаемся до чего-нибудь доебемся выявим все минусы и подумаем стоит ли он своих денег или не стоит так вот пока мы не пришли к самому такому интересному прокаля у меня в коробке были две вот такие вот интересные бумажки такие крафтовые крафтовой бумажки да и собственно давайте прочитаем что в них написано здесь логотипчик дава дыма очень приятно очень прикольно написано привет дава соответственно эти бумажки уже печатались как бы мне немного информации о нашем кальяне rocket basic то есть ракета стандарт basic то есть да мы очень много работали над созданием новой модели и надеемся что ты сможешь поистине оценить ее курительные свойства и особенности этот кальян является бюджетным и он уже достойно за каримин за рекомендовался как замена многим известным российским и не только кальянам бюджетный слишком много российских кальянов пытаются занять планочку до клоукостеров да то есть бюджетных кальянов а давайте посмотрим сколько он стоит да сейчас дойдем так наша задача была сделать приятный по курению и качеству кальяна и при этом сохранить демократический ценник ребят напишите в комментарии будьте любезны что для вас декрама демократический ценник напишите пожалуйста какие цены для вас являются максимально демократичными то есть диапазон диапазон год до а второе внутренний клапан мы а который позволяет полностью продуть колбус первого раза диаметр шариков 6 миллиметров комплекте 4 на случай утери молодцы подумали об этом что эти шарики ебаные могут теряться и плюс не у всех в клапанах стоят шарики которого стандартного размера все сделано из айси 304 то есть коннектор шланга пор чашки блюдца стержни шахты выполнены из медицинской нержавеющей стали ну бля хуй узнает медицинская медицинская основание капролон мы это все любим все это используем декоративная накладка авиационный алюминий что-то прям соляночка получается такая регулируемый диффузор а коннектор для силикона шланг надежно закреплен благодаря грамотной грамотно подобранному размеру коннектора и его форме монштук из нержавейки внутренний диаметр шахты 13 внешний 16 13 молодцы блять но не 15 не надо делать вот эти дырки бывших так далее идем теперь ценам самое интересное это цены да никак и выявляются демократический кальян да там бюджетный лоукостер и так далее а полный комплект шахта блюдца уплотнитель колба монштук силикон то есть это у меня до такой мажор комплект полноценный 7500 ну как считаете а комплект шахта блюдца уплотнитель колба то есть это такой полу мажор нету шланга и нету монштука 6500 и шахта с уплотнителями такой знаете бич комплект для бичух и так далее шахта 5500 ну блять шахта с уплотнителями шлангом штук ну блять не знаю приятных покуров с уважением антон соколенко соответственно все ссылки на продавца я оставлю здесь и мы продолжаем меня до сих пор радует что это все таки российский колян с очень интересным названием и логотипом ракета давайте посмотрим что у нас есть внутри а он комплектуется с вот такие вот колбой вот таким вот шлангом очень жесткий не софт-тач вот таким вот монштуком а я сейчас да и пусть дам он штука погнали что у нас есть внутри да здесь все очень очень просто очень просто основание из капролона которая обработана не самым лучшим образом а на нем видно вот эти все детали обработки то есть эти полоски они даже вот так пальцем проводишь как ступенечка делают это капролон это резьба на капролоне соответственно постоянно дрочить не советую а уже встроенные это охуенно также здесь горизонтальна вертикальная продувка соответственно все это говно будет стекать по основанию ёбана в рот а декоративная часть и нержавеющая верхняя часть шахты ну ну прикольно очень интересный в плане дизайн да ну а что вы хотели это лоукостер это бюджетный так давайте его собственно потихонечку сразу собирать а вот кстати я уже все это знаю я его уже собирал я из него уже курил и так далее просто вас создают такую иллюзию типа я его только открыл смотрите если вы купите этот колян заметьте здесь меньше резьба здесь больше резьба вот самой меньшей резьбой вы вкручиваете в основании иначе вы потом не сможете тарелку закрепить коннектором то есть это все у нас вкручивается в основании из капролона и резьбе когда-нибудь придет пиздец да идем к нижней части металл обработан не очень ребят на нем очень много видно полосок он не отполированный а вот этой можно недоебываться это всегда под под кожухом а вот под этой вот блин она не очень качественно выполнена не знаю регулируемый диффузор это конечно хорошо выполнено очень хорошо в плане того что он сидит хорошо очень много хорошо да в нем нет никаких резинок либо каких-то ступенек типа так 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 это все регулируется тем что ребята очень плотно подогнали размер шахты и размер то есть диаметр внутреннее сечение этой штучки здесь мы видим также очень сильно плохо обработанную часть диффузорную очень все в полосках все зацарапано очень глубоко в принципе вот так вот а ну уже как бы складывается кальян основание такой нестандартной как бы формы одеваем нашу декоративную часть и тут у нас собственно вот такой вот момент да она на стопоре так как бы очень хорошо очень интересно сейчас ставим на наши шарики это будем сейчас пыхтить крутить здесь стандартные пульки от пистолета то есть если вы потеряете один то не проблема будет купить в любом киоске за 2 рубля да вроде столько сейчас стоит пачка пулек для пистолетов детских то есть мы это все вставляем сюда а блюдце о ебать здесь блюдце им реально можно людей убивать толстое интересное блюдце не обработано с двух сторон как бы обработано но типа такая эмуляция необработанности очень интересно кстати смотрится края обработанных хорошо вены себе не порежешь также на коннекторе есть вот эта штучка как бы ну чтобы пальцы не скользили когда вы будете откручивать это тоже как бы молодцы в этом плане так все мы вроде все закрутили нигде не болтается нет что-то не то так все а вот он у нас полом сборе выглядит выглядит вот так вот идем дальше здесь парочку ништяков они очень приятно это наклеечки ракеты белая и черная люблю когда дополняют кальяны вот такими штучками ты чувствуешь себя как-то более полноценным так идем дальше у нас есть шланг и мундштук такое ощущение что вот эта часть мундштука она делалась на одном заводе вместе с кальянами и зеблоу малышка можно отнимать мундштучок маленький одноразовый почему потому что я сейчас одену свой мундштучок одноразовый стандартный мундштук который есть во всех кальянах я уверен да сюда он не на под этой стороной он не налазит а вот это и вот нормально вот это охуенно а есть такие мундштуки у изи блоу туда этот мундштук проваливается вот так это во флишь то есть саму трубку так он не налезет так в принципе залез все нормально а что касается шланга здесь обычный самый шланг никаких ваших новомодных софт-тачи да там каким-то ультра современным покрытием и так далее обычный черный шланг очень прикольный жесткий не будет перегибаться также ребята говорили что он охуенно залазит а ух ты молодцы прям оп и залез но здесь тоже есть проблема то что он будет когда-то очень быстро выпадать ты вот просто заебешься его вставлять стоит попасть сюда немного соку жидкости масла и так далее и собственно сюда он тоже должен идеально одеться да отсюда он точно не будет выпадать это уж точно просто вот даю гарантию что за прикол ну ладно сейчас раскурим и я расскажу вам про этот прикол пока не переключайся у меня есть чашечка и в ней забит табак вэдж и мы сейчас собственно с помощью табака вэдж будем тестировать этот кальян пока не переключаясь так собственно чашечка греется и пока она греется естественным путем без колпака а я хочу сделать маленькое замечание производителям и ребят если вы меня слышите смотрите этот обзор вам маленькое замечание я надеюсь вами ко мне прислушайтесь и конечно же исправить это своих дальнейших моделях смотрите я объясню вам а вот вас есть дырочки куда окунаются шарики да но эти дырочки такого же диаметра что и сам шарик и поэтому тогда мы продувая то нету пространство то есть нету щелочки да куда бы выходил воздух полноценно поэтому продувка такая очень очень тяжелая и соответственно от этого кальян легко затопить поэтому сделайте дырочки порта то есть в продувки до порт продувки клапан продувки блять а чуть чуть шире либо конусообразно тогда у вас шарики будут гораздо меньше чем сама дырочка и будет очень много места куда воздуху выходить ну так вот думаю наша чашечка вполне прогрелась и мы все равно ее посадим на колпак то есть поставим на нее колпак а в принципе скажу кальян очень интересны в плане курения для любителей такой тяги как у халил мамуна а и цена его на данный момент чисто за шахту как у халил мамуна плюс колокол за 300 рублей до шланг и той на той выходит тяга с хорошим сопротивлением такая мужская жесткая мне очень нравится я курил как с диффузором так и без диффузора то есть единственное отличие это не что тяга становится легче там а либо тяжелее это бурление если вы любите когда бурлит прям бездата то сразу отпускайте этот регулятор бурление самый низ и пускай он будет вас без диффузора так сказать по-мужски блять погнали думаю раскуривать посмотрим что этот колян из себя представляет не понял ну-ка что что за хуйня а ёбану в рот я же забыл блять тупой блять беспредел я там наставил салфетку чтобы чашки не текла потому что табак очень сочный Все, я исправил, оказалось в том, что внутри чашки была салфетка, я ее затыкаю, чтобы она не текла, пока она греется на, собственно, столе. Погнали раскуривать. Да, в принципе, курица вполне нормально, а вот как вообще продувается. Ну, продувается очень туго, очень-очень туго. И если не с привычки дернуть, то есть вдуть хорошо, то мы затопим нашу чашку и все пойдет не на ура. Вот так вот это кальян-ракета, и я лично думаю, он стоит своих денег, по крайней мере, как бюджетный, и курить его совсем-совсем не в лом, и совсем как бы не пичуганский это все выглядит. Так что, пиши комментарии, что ты думаешь по данному кальяну, и ставь лайки. И с вами Далава Дым. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!